Заместитель генерального прокурора России встретился с сахалинцами. Дмитрий Демешин провел прием в очном и дистанционном форматах. Встреча состоялась в прокуратуре Корсакова. Жители других районов региона смогли задать свои вопросы в режиме видеоконференц-связи. Какие проблемы затронули в ходе приема, знает наш корреспондент Дмитрий Петров. Обшарпанные стены, неизолированная электропроводка, обваливающаяся штукатурка. Так выглядят три дома, расположенные на улице Корсаковской. Их построили в далеком 1959 году и, по словам жителей, еще ни разу не ремонтировали. С жалобой на условия проживания жители портового города обрастились к заместителю генерального прокурора страны Дмитрию Демешину. Я обратилась в нашу ДКО, они сказали, что в 2021 году нас поставили как? Как аварийный дом, да? Как аварийный, да. Ну, сломают. В 2027 году дадут. Все падает, все рушится. На встрече присутствовали мэр района, а также министр строительства региона. Дмитрий Демешин проблему переселения из аварийного жилья взял на личный контроль. Сейчас при помощи правительства финансирование на данную программу увеличивается. Есть возможность, значит, и этот дом, он есть и квартирный, расселить до конца текущего года. Чтобы поведать о своих проблемах заместителю генпрокурора, жители приехали в Корсаков из других муниципалитетов. Так, например, в Анивском районе мужчина несколько лет ждет, когда газовую трубу подведут к его частному дому. При этом последнее заявление он написал больше года назад. Дмитрий Демешин отметил, что подобное явление не редкость по всей стране, несмотря на то, что газификация – поручение президента страны. Ну, вынужден констатировать, что у нас, к сожалению, по стране, поручение президента выполняется по-разному. Класс, вот и там, где они выполняются, плохо. Заканчивается это для администратора этого процесса тоже плохо. Всего за помощью к заместителю генерального прокурора страны обратились 16 островитян. Самая большая группа заявителей и их представителей оказалась из Корсакова. Люди требовали разобраться с поставками ясинского оборудования для маломобильных родственников. То есть эти технические средства уже есть. Что касается Крест-Ростова, здесь у нас были проблемы действительно с основанием ясинского контракта. И входили поставщики для заключения контракта. В настоящее время будет заключен контракт в срочном порядке и инвалиды будут заключены в июле месяце. Жители центральных, северных районов области, а также курильчане, пообщались с заместителем генпрокурора страны по видеосвязи. Люди обозначили проблемы с дорогами, социальной поддержкой, а также пожаловались на нехватку детских площадок. Дмитрий Демешин поручил местным прокурорам разобраться в озвученных вопросах. Дмитрий Петров, Руслан Ширяев, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ.